Отдыхаем хорошо, не мешает никому! Нам придется немножко тут паузы выдержать, по причине того, что на трассе народ не хочет создавать прецедентов для последующих разбирательств, связанных с ущербом для жизни причиненным. Вот эти купола могут разгоняться до скорости порядка 120 км в час. Знаешь, вот есть большие бассейны для плавания, 50 метров, а есть такие детские лягушатники. У них по-своему клево, но всегда есть чем сравнивать. Но все равно лучше, чем на диване. В нашей стране появился еще один вид экстремальной активности. Название новой дисциплины – спидфлайинг. Он объединяет в себе опыт представителей самых радикальных экстремальных течений. Это просто два старых предмета, спортивных снаряда, которые уже скрещивали раньше, скрестили просто на принципиально другом уровне. Принципиально другие парашюты с принципиально другими лыжами. Были парапланы большие, здоровые, простые были лыжи. Лыжники и парапланиристы стартовали слышно склонок в гор, да? И летали в начале 90-х годов. А сейчас взяли фрирайдисты лыжи, а парашютисты им подсказали, что надо использовать быстрые парашюты. И в итоге получилась дисциплина под названием спидфлайинг или спидрайдинг, ее называют еще в европейце, которая очень захватывает людей больших гор. Потому что этот симбиоз дал возможность кататься по таким склонам, по которым раньше мы говорили, что кататься невозможно. Характерной чертой этого спорта является стремление преодолевать все доступные скоростные барьеры, как в скольжении по склонам на лыжах, так и в глиссировании над ними под куполом. Парашюты позволяют кататься так, как я не мог раньше кататься. Это просто следующий некий уровень. И опять же, эта дисциплина для меня, как больше катающегося на лыжах на шноуборде, позволяет летом заниматься практикой. Потому что, допустим, эти парашюты можно использовать для полетов в летнее время, также над склонами гор, без использования лыж просто. И это направление давно уже известно в парашютной среде, называется Граунд-Ланч. Стартуешь так же с разбежки с горы, как стартует парапланилис, только параплан позволяет парящие полеты совершать, набирать высоту в термических потоках, в динамических. Этот аппарат только снижается вдоль склона, но с бешеной скоростью. Это такой с валом, не касаясь склона, такой прям... Ну, потом его так и назвали Граунд-Ланч. Купола, которые используют спидфлайеры, имеют площадь от 10 до 14 квадратных метров и позволяют развивать скорость более 100 километров в час. На самом деле, любой спорт, который красивый, который дает какой-то адреналиновый толчок, который хорошо смотрится на фото и видео, от которого ты получаешь удовольствие, я считаю, что он имеет право на существование. Это комбинация именно и полета, и фрирайда. Такой сумасшедший микс из этих двух дисциплин. Первоначально есть две группы риска основного по этому спорту. Это парашютисты. Ну, не только, наверное, парашютисты, а люди, которые вообще увлекаются воздушными видами спорта. То есть и парапланированным, парашютным, кайтингом, возможно. И вторая группа – это люди, которые катаются на горных лыжах. Я не видел ни одного, не слышал отзыва негативного типа о придурке там. Ну, может быть, потому что я общаюсь в достаточно ограниченном кругу людей близких к спорту, к профессиональному спорту. Невозможно быть дебилом, чтобы заниматься этим, потому что здесь много очень деталей тонких, требующих внимательного, глубокого подхода. Требуют внимания, держат напряжение. От самого начала до самого конца. Всё это очень увлекательно. Я думаю, что за этим будущим. Однозначно. Вот эта вот маленькая ручка – это клеванта. С помощью неё происходит управление пилотированием. Она и справа, и левая. Знаешь, как по-модному звучит? Вот это вот, это мадженто, понял? На самом деле в этой теме столько всяких слов есть прикольных. Я когда всё это начал втыкать, там есть всякие консоли, значит, нервюры, оболочки, верхний и нижний. Есть даже уши, понял? Пока!